Денис Глушков получил повреждение в последнем матче, но при этом он в сборной. Что говорят врачи, рассчитываете ли вы на него в ближайших матчах? Еще не могу сказать точно, что рассчитываем, но сегодня он уже на поле был. Сделал разминку, хотя бы с командой сделал. Завтра посмотрим, как это реагирует на нагрузку. Что за хоряном? Ушиб, сильный ушиб голеностопа. Примерно то же самое. Завтра с мячом работал и утром, и вечером. Завтра посмотрим. Сегодня два игрока молодежки тренировались основой. Для чего это нужно было? Продолжится ли эта история? Надеюсь, что не продолжится эта история. Это было нужно, чтобы дать паузу Джике и Кузяеву, которые много минут уже сыграли в последние две недели. Примерно еще на днях присутствовал на какой-то передаче, где было выявлено аллергенное отжирение. Как это слезь об этой информации, что говорили самим Георген? Ну и спрашивали ли у него ел мучной сахар? Как вообще проверяли? Спрашивать не надо. То, что он сбросил вес, да, и жировую сбросил. Вот и все. Еще очень же спрашивать. Он может сказать все что угодно, но это будет видно по тестам. Вы довольны той формой, в которую приехали игроки? Например, тех, кого вы видите второй раз, они приехали в лучшей форме, чем это было на сетябрьском сборе? Не могу сказать. По показателям? По каким? Ну вот там же их проверяют на тот же процент жира? Это лучше стало, но это не значит, что форма лучше. А тесты на усталость? Помните, про которую я говорю? Еще не пришли анализы. Завтра с утра будут. Вы довольны о соблюдении тех рекомендаций, которые дали после первого дня? Да, абсолютно все. Значит, видимо выполняли абсолютно все, потому что все пришли с меньше жировой, чем было. При этом все равно команда уже обновилась, учитывая травмы, вызвали несколько новых футболистов, как они себя чувствуют, изменится ли как-то рисунок игры, возможно. Из-за кого или из-за чего? Из-за этих игроков. Из-за этих игроков. Из-за этих конкретно? Из-за Галарова. Из-за кого? Галарова. То есть вы считаете, что из-за Галарова может измениться рисунок игры? Нет, но там много. Он будет играть? По сравнению сентябрьским игроком. Ну кто еще-то? Хорошо. Потери головина, насколько критично задают? Не только головина, а потери всех игроков. Естественно, они нежелательны, так скажем. Критично или нет, это после игры я вам скажу. Какие ситуации с капитаном? Можете сказать? Все то же самое. Ребята, что у вас? Да это капитаново. Что интересного-то? Как было, как решили. Как решили, так и будет. Ну старте делаем. Ну делайте. Расскажите про вызов Адамова. Для многих стал сюрпризом. Потому что не все его знают, откровенно говоря. Почему именно на него выбор упал? Ну потому что мы считаем, что это перспективный защитник. С задатками, с хорошими задатками. И резкий. И агрессивный. Ну в нормальном смысле этого слова агрессивный. И быстрый. В отборе хорош. Так что для крайнего защитника. Опять же с прицелом каким-то на будущее. То есть да, можно было вызвать того же Алексея Козлова. Ну к примеру. Который два года в Ростове у нас был. То есть я его прекрасно естественно знаю. Но я думаю, что как перспективнее, наверное, в силу возраста тот же Адамов, чем Алексей Козлов. Может быть вы Адамова отсматривали еще для Ростова? Нет. Для Ростова точно нет. А почему вы думаете о перспективе, а не о прям результате? Потому что может быть Козлов дал бы больше результатов прямо сейчас, чем Адамов? Может быть да, может быть нет. Опять же, есть у нас и опытные игроки. Поэтому мы того же там допустим Ахметова вызвали. То потому что еще и он уже с опытом выступления за сборной. Не молодой совсем. Совсем всех там молодых. Понятно, тоже это не выход. Но все равно какая-то перспектива должна присутствовать. Был комментарий о том, что Самошникова будете ждать до последнего момента? Есть ли какое-то понимание с его динамикой, с его травмой? Реально ли то, что он поможет кому-то? В Казань прилетим и посмотрим. Вы же на связи наверняка? Ну естественно на связи. В Казань прилетим и посмотрим. Одно дело на словах, а другое дело посмотреть на него. Это второй сбор уже ваш как главного тренера. Что поменялось? Прошло не так много времени, но наверное что-то все равно поменялось. То есть в сентябре и сейчас? Да нет, ничего не поменялось. А что может поменять? То есть в вашем понимании может быть в формировании дня сборной? Нет, как раз ничего не поменялось. То, что было на первом сборе, сейчас это все продолжается. Просто уже без... Так уже все привыкли, все понимают. И к расписанию, и к требованиям все намного проще. Куча травм. Вы связываете это с чем-то конкретным или с течением обстоятельств? Нет, я думаю, что это да, потому что с нами футболисты три дня по тренировке потренировались. Либо, потому что медицинский штаб поменялся в сборной. Нет, просто обычно, например, в сборной в ноябре учат травмы. А сейчас это происходит в октябре. Есть ли какое-то логическое объяснение? У меня нет. У вас есть? У меня нет. Ну может быть, потому что нет перерывов практически уже два года? Может быть. Может быть, нет. А то, что у вас вылетели практически все основные защитники, крайние, которых вы вообще вызывали на первый сбор, Тарава и Ксамошников, когда вы завершили. Это не сподвигает вас вообще пересмотреть какие-то практические установки? Нет. Я бы хотел вернуться к ситуации с Дзюбой. Я не совсем понимаю, как игрок может отказаться от вызова сборной и сказать, что я еще хотел бы набрать формулу. Вы как проясняли эту ситуацию с точки зрения документации? Может ли РФС в этой ситуации помочь и сказать, что игрок обязан прибыть в сборную? Честно говоря, не знаю и не считаю, что нужно кого-то пугать или заставлять кого-то играть за сборную. Считаю, что он не готов. С учетом того, сколько он забивает и на сколько он полезен? Что там всего, если человек не хочет, не хочет, не может играть за сборную? Если он сам как Фернандес решил, он так, ну все, да, поговорили. Нет и нет, ну что это делать? За сборную России футболисты должны хотеть играть. Если кто-то не хочет либо не может каким-то причинам, что же футболисты тогда зачем уговаривать? Вы с нами готовы для сборной с точки зрения физики? Потому что вот сейчас перед нами стоял Смолов, но не забил ни одного гола, по-моему, в сентябре. Лакомотив выглядит не лучшим образом. И? И Дзюмову помогут в сборной. Поэтому он был в расширенном списке. Он закрыл себе дверь сборной при вас? Посмотрим. Ну? Посмотрим. Вы будете его вживать? Посмотрим. Если он будет в хорошей форме. Коллеги, посмотрим. Что вам сейчас сказать? Посмотрю. Через месяц. Через месяц посмотрю. То есть он может не получить вызов, если будет в хорошей форме? А может получить. Вы допускаете, что проблема здесь не в физической форме, а в том, что человеку привык быть примым, а в нынешнем состоянии, как сейчас сборная, и с нынешним главным тренингом сборной, примым быть не может быть в команде? Без понятия. Пожалуйста. Да, просто вам не кажется, что на контрасте с Мишаковым, который с травмой приехал в сборную, не приозлигло, а в общем, все не контрастирует. Мне ничего не кажется. Вам кажется? Вы пишите. Вот то, что вам кажется. Вы так и пишите. Ну или говорите. В каком состоянии вы нашли футболистов Локомотива, а не лучшим образом команда выступает, сменился главный тренер, главный бомбардир стоял перед нами, у него неудачный отрезок, он не забивает голову. В каком состоянии футболистов Локомотива? Ну, понятно, не в самом лучшем, но то же самое можно было сказать про, допустим, в тот приезд в сентябре про футболиста «Спартака». Тогда «Спартак» был не в лучшем состоянии. Сейчас «Спартак» в лучшем состоянии, «Локомотив» не в таком хорошем состоянии. Это нормальное явление, но эти вещи все, которые происходят в клубах, с футболистами мы так договаривались и договорились, и они пытаются, понятно, что голову отключить, наверное, совсем невозможно. Но здесь другие задачи, другая команда, все другое, так что надо забыть на время про клубы и думать про сборную. Олег Григорьевич, сегодня произошла революция, в «РХЛ» сменился президент, но вы за этим следили, и как вообще относитесь к тому, что Пряткин ушел после стольких лет, и теперь 14-х руководитых людей? Ну, следил я или нет, следить я мог только через интернет, не знаю, в новости, где печатали, телеграм-каналы Сергея это видел. Вот, как к этому отношусь? Ну, нормально. Как к этому относиться? Ну, правильное решение Пряткин выйти? Чуть проширеннее ответить? Для меня правильное. Объяснить? Что объяснять? Сами все знаете, ребят. Ну, что объяснить? Мавмала Ростов-Сочи. Вернее, Сочи-Ростов. Ну, например. Ну, судя по тендеру, который внезапно отменился… Так, якобы отмечения к тендеру. Ну, то есть я правильно понимаю, исходя из ваших слов, что такое решение логично, и оно зрело просто исходя из событий, которые были в русском футболе последние два года? Да, у нас пора. Давайте к сборной. Может быть, вернемся, если еще есть вопросы? Да, давайте что-то присмотрим. Я обратил внимание сейчас, возможно, не так разглядел. Я правильно понял, что вы не особо скрываете больше 15 минут, за что респект и спасибо? Или вы хотите тем самым сейчас манишки, которые были у футболистов, что-то хотите запутать? Нет, абсолютно смешанные составы были. Ни о чем эти манишки не говорят, поэтому вы их и видели. Вот этот отрезок сейчас, он ключевой, потому что это две команды, и побеждая их, в принципе, можно рассчитывать на многое. Если поднять вот эти вот наши пресс-конференции или ваши наши пресс-конференции, перед сентябрьским сбором был ключевой сбор сентябрьский. Вы так же говорили и спрашивали. Я также отвечал, что да, ключевой. Сейчас ключевой сбор. Сбор или ключевые игры, вот эти две. Но сейчас хотя бы два матча за неделю, не три, как в прошлый раз. Значит, они не становятся ключевыми? Я думаю, попроще становится, наоборот. Проще точно не становится. То есть, опять же, соперники там были, была Хорватия, Кипр и Мальта, а сейчас Словакия и Словиния. Поэтому проще от того, что меньше игр, нагрузка на футболистов ляжет меньше, чем за неделю три игры. Это да. Но ключевее или не ключевее игры не становятся от этого. Олег Кириллович, в этот отборочный цикл получился по расписанию крайне неудобным. Сборная не проводит два матча подряд дома или два матча на выезде. Получается, туда-сюда лекаете. Насколько это сказывается? И если вам доведется участвовать в распределении формирования календаря на отборочный цикл следующего, да, евро, будете ли настаивать на том, чтобы дляотворный более благоприятный строился календарь? И насколько вообще вот это мешает поставить на перелет? Мешает все, наверное, все мешает. Лучше сидеть дома и все игры играть вообще дома. Если так можно было настоять на этом, то вообще бы хорошо было. Есть что есть. Все команды летают так же, как и мы. Я думаю, что все в равных условиях, поэтому нужно на это внимание обращать. Это вопрос УЕФА. Страны члены не решают вопрос только. С чем вы связываете такой дефицит у нас крайних защитников? Потеря Самошникова становится настолько критичной, учитывая то, что он все-таки достаточно молодой парень и у него не так много матчей за сборную. Что у нас происходит с крайними защитниками исторически? Да у нас не только с крайними, исторически происходит. У нас и с центральными и со всеми. С чем это связано? То, о чем вы говорили, это надо смотреть на детский футбол или это просто русские позиции в свете того лимита, который он избрал? Да нет, дело не в русских позициях, а в качестве футболистов именно подрастающего, так скажем, поколения. Проблемы российского футбола они все те же, никуда не делись. Сейчас просто травмами закончил Марио, Караваев травмировался, Самошников травмировался. Сейчас бы травмировались два центральных защитника и говорили про 900 центральных защитников. Либо два-три нападающих, то же самое говорили про нападающих, либо про опорных. То, что сейчас «Зенит» играет в Лиге чемпионов, в чемпионате не очень последний игрок, позволяет говорить о том, что сейчас «Зенит» – ваша опора, исходя из состава, исходя из той формы, которая находится футболистом? Трое. На всех мы опираемся, и на футболистов ЦСКА, и «Спартака», и «Зенита». кто будет еще играть в основном составе, тоже еще не знает, сколько футболистов из какого клуба. То, что в хорошей форме, как мы говорили про футболиста «Спартака» или «Локомотива», не физическое состояние, а именно психологическое – разное. У всех разное то же самое. «Зенит» после поражения домашнего, наверное, тоже не в самом радостном настроении приехали. По ощущениям, Денис Куршаков просто прям счастлив. Вернуться, и сколько минут он отведете? Точно ли он сыграет на поле? Он точно останется? Точно отведу ли ему, сколько минут он точно завтра? Может, он завтра уедет, что не сможет тренироваться, ну, и играть, соответственно. Он уже оптимистично настроен. Вы можете быть настроены как угодно, а я реалистично только могу быть настроен, поэтому не знаю еще вообще, в принципе, останется он или нет. Попала на видео ваш разговор с Кудряшовым, где вы спрашиваете, давно ли он играл левого защитника. Он сказал, что давно не играл. Вы рассчитывали на него, как на левого защитника? Как на левого и рассчитывал. И сейчас. И сейчас. А еще и в силу травмы Самошников, тем более. Все? Ну, то есть на данный момент мы можем говорить о том, что именно на позицию левого защитника именно Кудряшов основные предприниматели? Ну, такой же, как и Терехов. Возможно, Кузяев. Какое у вас Терехов производит впечатление по тренировке? Приятное. Олегович, Зенит разгромил мальмую лигу чемпионов Спартак, Наполе. Да, выиграл. Внезапно еще российский футбол встает с колен, наконец-то? Ну, давайте я бы выводы не спешил делать. Да, это радует. Понятно, что и принесли очки там России и обыграли. Ну, давайте посмотрим еще игры, когда в равных составах будут соперники. После этого делать выводы. Тасс. А в каком состоянии приехал Алексей Миранчук, который не играл в четыре последних матчах? В каком состоянии чего? В физическом, великолепном, отдохнувший, полон сил и желания. Так что в этом отношении хорошо. Понятно, что хочет играть и понятно, что, наверное, не очень доволен тем, что не играет. Но с точки зрения физики, то в хорошем состоянии. По головину можно уточнить? Сначала была информация, что травма паха, потом травма ведра. Что на самом деле? Ну, то, что я знаю, травма паха. Спасибо. Пах находится в ведре. Угу. Я правильно понимаю, что, исходя из того, какую роль играет головина, именно его потеря является критичной с точки зрения результата, из того состава, которого вы хотите играть составателем? Смотрите, сейчас мы завтра, не завтра, а восьмого числа дай бог обыграем Словакию, допустим. Ну, все нормально, ничего критичного не было. Проиграем все, головина не было, все пропало. Поэтому я спрошу до того, как вы обыграли или проиграли? Будет зависеть от результата. Выиграем, скажем, все хорошо, проиграем, скажем, все плохо. Ну, как обычно. По состоянию газона уточняли, в Казани завидели сами поле? Да, видео присылали, с виду, опять же, с виду неплохое, даже хорошее, я бы сказал, но это надо еще попробовать все равно. Дело не только в газоне, а дело в грунте. Плывет грунт, не плывет, держит, не держит трава. Словакия много забивает со стандартов, в том числе Шкринер, у них один из самых опасных игроков, он и нам забил, и на евро. То же самое было. Как будете готовиться к стандартам? И Кафанов за них отвечает сейчас сборная? Тренировский штаб отвечает. Как бы он готовится, как всегда. Вы обсуждали тему Дзюба и его отказа играть со сборной с РФС? Насколько здесь вы находите понимание? Не обсуждали ничего, честно. Ну, не готов, не готов, но что сделать, что обсуждать. А Симаком? Симаком тоже не обсуждали эту тему. Давайте последнюю. Суждали другие вещи, но не эти. После первого сбора вы почувствовали, что сейчас игроки начали стандартно подходить к себе по-другому с точки зрения восстановления, питания, вот тех вещей, о которых вы проговорили с вами? Уже про это мы говорили в начале, нет? Это основательным и постоянным футболистам. Что значит основателем и постоянным? Ну, это были рекомендации, которые были вам даны. Были рекомендации, которые были им даны, им даны, и они пришли в том состоянии, в котором пришли в лучшем точке зрения. Вы не слышали? Или вас не было в начале? Нет, я был. Я что говорил? Там был, кажется, по-другому джики. Нет, было сказано про всех, что все, абсолютно все, было сказано тогда, абсолютно все пришли в лучшем состоянии с точки зрения веса и жировой. Я извиняюсь. Да, коллеги, спасибо. Завтра еще... Давай еще раз, Серега. Ну, у меня вопрос просто выяснилось так и добрый, не как Федор Смол. Он очень настраивал по моему вопросу. Вопрос общего плана... Опять же, я же не проиграл последние три игры, не последние три, а несколько, две игры проиграли. Ну, простим ему, да. Возможно, поэтому смена тренера, опять же, непонятно, что там, как будет, кто там будет, что будет. Тема общего плана, вот сейчас обсуждается вот эта реформа, она уже не применительна к РФС и РПЛ, а проводить чемпионат мира раз в два года, как вы на это смотрите? А с чемпионатом Европы что будет? Между ими. То есть каждый год получается? Да, каждый год будет в футболе. Я против, честно говоря. У меня это хорошо, как бы. Вот, я против того, что футболисты, что будет перегруз. Так уже перегруз. Даже я не про российских футболистов, а про европейского футбола. Они сейчас играют по 70 матчей. Если это будет каждый год, потом вы спрашиваете, а с чем связано такое количество травм? Представим себе, что был ковидный год, и сейчас это все чуть... Игры стали еще чаще из-за этого. Представьте себе, что это будет каждый год. Поэтому я, скорее, против. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.